Проводились начиная с 60-го года. Проводил их непосредственно археолог Элькин под руководством Романа Николая Михайловича. Потом в дальнейшем начинает уже руководствовать и, так скажем, проводить раскопки непосредственно Академик Крайнов. Археологические раскопки проводились по руслу реки Лух. В настоящий момент известно уже не 7, а 8 археологических раскопок. В 2011 году проводились археологические раскопки. Это из Ирландского университета открыто. Смотрите, здесь представлена археологическая стоянка Мыт-1. Тут представлены наиболее ценные, так скажем, экспонаты, которые нашли именно студенты. Это территория непосредственно сейчас поле колхоза Дружбы, территория за Мытским днозаводом. Здесь, конечно, представлены керамика разнообразная, изделия из камня, разнообразные проколы, наконечники стрел, реющих, колющих инструментов. Ну и, конечно, интересная подвеска, очень интересный из находок. Вот самая, если такая, это, конечно, подвеска. Ну, вот что самое ценное из них я бы выделил, чтобы было найдено. Раскопки проводились более 5 лет. Началось все, в принципе, с обнаружения подземного хода. Вот у нас здесь представлен документ 1958 год, когда директор музея Романов просит открытые листы на проведение археологических раскопок. Потому что самостоятельно он проводить, естественно, не мог. Но все-таки такие случаи тоже были. И вот он здесь пишет, описывает, пишет в Академии наук. Ну и, естественно, он получает ответ, что непосредственно, как такое может быть, что простой советский гражданин может утверждать, что были какие-то непосредственно подземные ходы. Хотя по воспоминаниям коренных жителей, конечно, находили какие-то срубы, какие-то предметы. Это непосредственно у современного моста аутаевского. Это может быть действительно подтверждение, это можно было найти. Ну, естественно, такие более ценные экспонаты начинают находить. Раскопки с 1962 года, когда уже непосредственно Академия Крайнов начинает участвовать в расковках. Вот здесь тоже фотография показана. Уже дети делают раскопы, закладывают шурфы. То есть открытие уже принадлежит им непосредственно Романову, потому что и отчеты по открытым листам делает он уже самостоятельно. Сдает отчеты в Институт археологии. Вот здесь фотографии, по-разному, по раскопкам. Ну и какой вывод они сделали, что они здесь раскопали? Ну, здесь экспонаты разнообразные, можете как бы пройти, бегу, посмотреть. Ну, какой вывод основной? Ну, во-первых, что территории наши посвалились довольно-таки интенсивно. Поселений было очень много. Вот, основная часть поселений это третий, да и, наверное, четвертый, наверное, век, наверное, пойдет до нашей эры. Ну, вот каменный топор фатьяновский, это типичный фатьяновский каменный топор. Естественно, мы находили уже экспонаты более современной, уже славянской культуры. Ну, топор-то был найден здесь? Это вот, естественно, естественно. Я вам могу показать. Ну, даже покажете. Вот это да. Даже вот, например, уже металлические изделия были. Это уже боевые топор, да. Да, уже боевые. Видео заготовки. Гартуны. Потому что в одном месте, например, если взять стоянку, стрелка, естественно, находили экспонаты, например, как более древние. Это вот керамика, например. Вот, изделия из камня. Ну, и, естественно, уже более современных надпериодов. Это уже период обработки металла. Ну, нет, и это тоже такая же древность. Это относится к этой же... Нет, период-то один, только способ изготовления. Да, разный, да. Разный, да. Способы изготовления разный. А здесь вот топоры-то представлены, разнообразные. А вот они, топоры-то, разнообразные. Ну, самые, наверное, находки-то уже сделаны на реке. Дневра. Это непосредственно бивень мамонта. Ость мамонта. Естественно, находили большое количество отложений. Рыбе, чешуи, там кости. Свидетельствуют о том, что промыслами занимались наши предки. Суп мамонта. То есть мамонты здесь были? Конечно, мамонты были. Так, вот на это я, насколько понимаю, такое жилище реконструируется. Да, это макет жилища, реконструкция. Относящиеся к 11-12 веку. Уже такое. И здесь тоже вот представлены фотографии с раскопок, которые существовали. Ну, а как развивается здесь население времени? У вас вот так можно маленечко просмотреть, как улучшается, улучшается, как-то у них проезжается. Вы имеете в виду. Изменяется, да. Ну, вот это в железный уже век у нас пошел, да? Да, да, да. Смотри, море современное. Более. Ну, вот это тоже боевые топоры. А, это вообще, что такое? Это маконечники стрелы, это рыболовные крючки. Ну, и это тоже маконечники, да? Да, это гарпон. Это, естественно, уже пошел наконечник от копья. Да, это уже здесь представлено разнообразное боевое оружие. Боевые топоры, украшения разнообразные. Это уже времена Дмитрия Пожарского? Да, это уже Пожарский, да. Потому что, как бы, письменное подтверждение усилия начинается у нас от конца 16-го, начало 17-го века. Именно когда в дейшнюю землю владел Дмитрий Михайлович Пожарский. Вот в Ченаке, когда его наделили за разгром польско-литовских. Вот это почта его здания, да? Ну, как бы считается, да. Его сына. Считается, да, и, в принципе, по своду парников архитектуры за 1972 год он числится именно, как бы, да, его, наверное, родовое имение. А какой же промысел здесь развился в конечном итоге? Первый, самый главный, это обработка льна. Вырабатывали лен. Самый главный промысел, конечно же, выращивали в сельское хозяйство на широком городе, поскольку зону рискованную земледеление он не получил. Вот. Это резьба по дереву. А верхний ландик, это строчевышевальный промысел. В нашем крае, конечно, делали в основном холстину. Если верхний ландик уже, так скажем, обрабатывал эту холстину, то наш край в основном занимался ткачеством. Естественно, это резьба по дереву. На основном, на который рыбный промысел. Рыб в нашем крае действительно очень много. Потому что даже по воспоминаниям рыбаков, старожил, рыбу возили целыми глазами. Что зимой, что летом, возили в основном, продавали пшую. И, в принципе, все они выживают только благодаря продаже рыбы. Ну и мытница стояла, да, здесь сбор бы налогов. Первые налоговые... Да, переправа, и за переправу брали деньги. Ну, отсюда, считается, пошло слово мыть, мытить, намывать. Это да. Мытари. Правда, есть легенда, что это мыт, все-таки от Макария Ужинского. Он шел. Ну, да, что мы проходим Макарий Ужинский. И, кстати, обнаружили записи от XVIII века в летописи церковных непосредственно в Вознесенской церкви. И там действительно есть письменное упоминание о том, что, да, действительно, в нашем крае проходил Макарий Ужинский. Вот. Описывается даже место, где он сидел. Там располагалась небольшая часовинка, иконы какие там располагались. Так что, эту тему можно развивать. Как природа здесь была представлена? Говорите, очень богатое рыбное хозяйство было. Лесное, вот так, звери, птицы. Даже если, например, сейчас, смотрите, рыси появляются. Медведи захаживают в нашу область. Так что, довольно-таки разнообразно, можно сказать. Ну, естественно, больше всего у нас птиц разнообразных. Трудно-птичников, естественно. Ну, как для постирки, так и для глажки. Тут один вид был для глажки белья, а другой для постирки. Я там видел древний кастет. Вот эти интересные. Ну, а рукопашные-то бои были. Деревня на деревне одели. Ратин. Я что-то первый раз такой... Пистолет без курка. Ты представляешь, а как же он? Пистолет 4-х стулей. Вот уже современные. Ну, да. А здесь маленькая такая симпатичная выставка самоваров и чайных принадлежностей. Вот я директора музея. Прошу о ней рассказать. Только можно вот так на свет встать, чтобы вы все-таки вот здесь были. Что у вас здесь представлено? Ну, здесь у нас представлена русская печка. В русской печке всегда готовили пищу. Естественно, русская печка всегда в любом строении занимала центральное место. Тех ребят и гостей, которые посещают наше мероприятие «Клеб всему голову», мы рассказываем о традициях приготовления русского каравая, о традициях приготовления старинного русского чая. Это разнообразные виды чая. Травяные, сделанные непосредственно из сушеных разнообразных трав. У вас вот здесь прямо настоящие самовары. Это вот самовары местные жители принесли, да? Ну да, самовары подарили в Дармутскому Крыльевическому музею. Самовары были разнообразные. Весь семья была богатая. У них было два самовара. Это повседневный самовар и самовар, который ставили на стол по разнообразным праздникам. Самовар топился в русскую печь. Располагались рядом с самоваром специальные угольники, которые накладывали угли, они остывали, и после этого нагнетали сапогом, разогревали эти угли, ну и готовили вкусный чай. Естественно, появление самоваров способствовало процветанию традиции чаепития, когда вся семья собиралась за столом и употребляла вкусный чай. Никуда, естественно, не торопились, как мы сейчас. А вот эта красивая штука. Что вот такое за аппарат? Как бы сейчас сказали, это современный миксер. С помощью этого инструмента взбивалось либо сливки, либо взбивалось сметану и получалось сливочное масло. Не венчиком мешали. Ну вот, дорогие друзья, те, кто не смог все увидеть, что здесь предстанут, приезжайте в МЭД, приходите в музей. Музей вообще интересный. Я здесь только маленький уголочек представлен. И здесь вам все покажут и расскажут более обстоятельно. Спасибо за внимание.